Отношения между США и Россией ухудшаются. Конечно же, это повод для беспокойства. Давайте эту тему обсудим в этом утреннем обзоре. Ну и по традиции обсудим важные экономические новости, которые оказывают влияние и на валютную пару доллар-рубль, и на рынок нефть. На календаре уже 23 марта вторник. Давайте начнем с того, что Китай вводит санкции против китайских чиновников. Все бы ничего, но сама по себе санкционная риторика в адрес второй экономики мира, конечно же, настораживает. Поскольку ухудшение отношений между США и Китаем может срезонировать или отрикошетить на всю мировую экономику. За этим, конечно же, надо следить, поскольку санкционная риторика в адрес крупнейшей экономики мира со стороны Соединенных Штатов Америки, это, конечно, негативный фактор. Главная тема таких санкций, это, по мнению США, притеснение уйгуров на территории Китая. Вот эта тема по поводу уйгуров, она уже не новая, поскольку еще в бытность Трампа уже поднимался этот вопрос. Но сегодня он уже воплощается в виде санкций. Конечно же, Китай не оставляет всю эту ситуацию без ответа. Он вводит зеркальные, так сказать, санкции против некоторых чиновников из США и из Европы, против их бизнеса, который ведется на территории Китая. Короче говоря, вся эта история немножко добавляет нервозности, напряжения. Но, понятное дело, ничего хорошего из этого не выйдет. Давайте пойдем дальше. Другая новость из Соединенных Штатов Америки, которая тоже формально может иметь отношение к мировой экономике и к мировому финансовому рынку. Дело в том, что США пытаются еще дополнительные деньги влить в экономику. Речь уже идет о сумме 3-4 триллиона долларов. И эти деньги, по замыслу авторов этой инициативы, будут поступать в результате повышения налогов на корпоративный сектор. Конечно же, с одной стороны, эти деньги, которые будут направляться на развитие науки, образования, развитие инфраструктуры и здравоохранения, конечно, это все хорошо. Но речь идет о том, что эти деньги по замыслу, опять-таки, планируются получить в результате повышения налогов на те компании, которые торгуются на американской фондовой бирже. То есть, конечно же, повышение налогов – это повышение долгового времени для компаний, это снижение их рентабельности. Понятное дело, что за этим последует, возможно, череда распродаж именно тех компаний, против которых будет направлена данная инициатива в плане повышения налогов. Конечно, подводя общий итог, тогда, когда повышается долговая нагрузка в целом в экономике, так как Федеральная резервная система постоянно, ежемесячно кредитует реальный сектор экономики, плюс повышение налогов, все это в конечном итоге рано или поздно негативно отразится на настроении участников фондового рынка. Ну и, конечно же, мы сами увидим распродажи, возможно, даже только лишь вот по этому поводу. Что касается нефти, то мы сами продолжаем наблюдать легкую коррекцию, по крайней мере, за последние два дня на рынке нефти. Нефть WTI и нефть марки Brent у нас корректируются из-за новостей из Европы. Мы с вами уже эту тему обсуждали, тем более в нашем телеграм-канале эта новость также была оперативно опубликована о том, что Европа, по сути дела, находится в фазе третьей волны развития пандемии из-за коронавируса, который, в общем-то, и послужил первопричиной обвала в прошлом году. И вот уже премьер-министр Великобритании Бори Жонсон заявляет, что вот эта третья волна распространения пандемии, она уже практически у грани с Великобританией. Плюс ко всему, в Европе, как мы уже тоже это с вами обсуждали, срывается программа вакцинации населения из-за проблем с вакциной от AstraZeneca. Там вроде бы ее вводят обратно, возвращают, но вот эта сама по себе программа по срокам, она срывается. Естественно, участники рынка нефти, как мы уже не единожды с вами обращали на это внимание, сделали ставку именно на вакцинацию, поскольку вакцинация должна поспособствовать снижению количества новых случаев заболевших. Но сейчас идет немножко не по плану, поэтому и рынок нефти достаточно серьезно к этому относится. Дополнительно мы вот уже эту новость опубликовали на телеграм-канале про деньги рынка, ссылка, кстати, в первом прикрепленном комментарии. Там уже опубликована новость по поводу снижения объемов переработки нефти нефтеперерабатывающими заводами в Соединенных Штатах Америки и в Китае. То есть мы сейчас приближаемся опять-таки к такому сезону, к периоду, когда крупнейшие мировые НПЗ начинают проводить технические работы на территории своих заводов, менять оборудование, обновлять оборудование, проводить различные ремонтные работы. Но в общем и целом это все приводит к тому, что НПЗ просто-напросто меньше перерабатывает нефти, а это означает, что количество нефтезапасов нефти в хранилищах будет расти. Все это тоже дополнительный негативный фактор для рынка нефти. Друзья, ну что ж, давайте вернемся к нашей основной теме, это ухудшение отношений между США и Россией. Что дальше, то есть какие сейчас новости по этому поводу появляются, давайте их обсудим, для этого перейдем в режим монитора. Итак, ну что ж, давайте начнем с валютной пары доллар-рубль, быстро глянем график. Вот сейчас, пока записывается данное видео, торговля осуществляется на уровне 74.90, то есть практически 75 рублей за американский доллар. Вчера евро также у нас показал положительную динамику против рубля. Закрылись на отметке 89 рублей 42 копейки за евро. Что касается статистики Московской биржи, давайте глянем и эту статистику, эту информацию. Значит, по итогам вчерашних торгов мы с вами наблюдаем, знаете, такое несколько разнонаправленное движение. То есть, с одной стороны, в большую сторону мы увидели увеличение количества длинных позиций, то есть профессионал больше купил доллары, грубо говоря. Но и также мы с вами наблюдаем, что может быть даже выглядит немножко парадоксально, увеличение коротких позиций, то есть в сторону укрепления рубля. Так или иначе, когда вот такая разнонаправленная динамика, это свидетельствует о том, что профессионал тоже, знаете, находится в таком некотором перепуте. Тут, знаете, есть какая-то определенная, может быть даже инсайдерская информация, но так или иначе, в целом, конечно же, фонд достаточно напряженный. А что мы имеем с вами в виду? Вот если мы с вами опять-таки вернемся в наш телеграм-канал про деньги и рынки, то здесь мы буквально вот вчера опубликовали новость по поводу риторики санкционной в адрес России. Вот уже пресс-секретарь Кремля Песков не исключил. По сути дела, достаточно самый жесткий сценарий санкционного давления на Россию – это отключение от SWIFT. Да, SWIFT – это международная платежная система, это достаточно такой серьезный будет удар, что бы там ни говорили по поводу альтернативы, по поводу независимости и так далее, и так далее. Но все равно SWIFT – это главная система и, конечно же, нерезиденты, иностранные участники, да и все коммерческие банки просто-напросто получат серьезный удар и проблему в развитии финансовой инфраструктуры. Вот эти все транзакции, которые проходят через банки, через какие-то иные финансовые структуры, через платежные системы различные, они просто-напросто будут давать сбой. Что касается нашей отечественной системы, вот мне задавали вопрос по поводу российских брокеров, то я, конечно же, тоже склонен к тому, что, вероятно, какие-то сбои могут быть. Поэтому к этому надо относиться более-менее серьезно и отключение от SWIFT просто-напросто может загнать, собственно говоря, российский рынок в очень нехорошую историю. И поэтому это, в первую очередь, снижение инвест-привлекательности нашего рынка. А это означает падение нашего рынка, во-первых, снижение его ликвидности, но и если это все интерпретировать на валютный рынок, на валютную пару доллар-рубль, то, понятное дело, там распродажи будут. И рубль просто рухнет. Это, в общем-то, вопрос лишь только, насколько он рухнет, насколько сильно будет падение. Поэтому следим за этой историей. В продолжении вот этой тематики, вот то, что мы опубликовали на телеграм-канале про деньги и рынки, есть еще и новость по поводу серьезной коррекции или даже, по-другому сказать, распродажи российского госдолга. То есть рынок падает, рынок госдолга падает уже, можно сказать, несколько дней подряд. Причем падение это было сильнейшее еще с 2018 года. И вот такие вот новости, которые, в общем-то, и объясняют это падение, это, собственно говоря, ожидание санкций. То есть мы сами даже до конца не можем знать, в какой день, в какое время будут оглашены вот эти санкции, какие они будут. Ну и понятное дело, что это проблема для Минфина, поскольку падение госдолга, если мы сами давайте посмотрим на график RGBI, это такой некий сводный индекс всего рынка госдолга России. Так вот, вот это падение, оно, конечно же, по сути дела ведет к тому, что дорожает долг. То есть стоимость заимствования Минфина увеличивается в достаточно серьезный процент. А это означает, что вот эти программы финансирования, которые были заложены на перспективу, они в какой-то мере будут не исполнены. Короче, это плохо для экономики, если говорить простым языком. Конечно же, есть новость о том, что Минфин уже подготовился, даже если будет госдолг подвержен санкциям, то есть санкции против госдолга, либо отключение от свифта, как вариант. Конечно, он, как сказал Минфин, что ЦБ поддержит ликвидностью, то есть напечатает денег побольше и через вот эти напечатанные деньги наши отечественные банки этот госдолг будут выкупать. Все бы, конечно, ничего, но это уже, знаете, крайняя мера. И если мы сами будем говорить о таком явлении, как печатный станок, то это тоже еще очередной удар для курса доллара, точнее, курса рубля в данном случае. То есть это еще очередной повод для обвала российского рубля против доллара США. То есть в общем и целом, если подвести итог по всей новостной картине дня, то негатива сейчас, честно говоря, даже больше, чем позитива. И на международной арене, то есть отношения между США и Китаем ухудшаются. И у нас внутренних проблем достаточно много и хватает. И вот это, знаете, постоянно ожидание чего-то плохого, падение индекса RGBI, но и ухудшение отношений между двумя странами, мы сами говорим, Россию и США. И вот советник Байдена по национальной безопасности Джо Байдена, его зовут Джейк Салливан, в интервью телеканалу, американскому телеканалу заявил о том, что перспектива в отношениях США и России, конечно же, не очень хорошая. То есть, как вот он заявил, что предсказал трудные дни между США и Россией. При этом он как бы подчеркнул, что, тем не менее, США будет сотрудничать по каким-то ключевым направлениям. Знаете, политика таких вот, ну, грубо говоря, двойных стандартов. Будем сотрудничать там, где нам выгодно, а там, где не выгодно, там мы будем вас давить. Короче говоря, тема достаточно интересная. Будем следить за историей, за развитие вот между США и Китаем. Ну, а, конечно же, когда, когда ситуация неопределенная, то есть, когда много вопросов и много рисков, ответ один, покупайте доллары США, по крайней мере, в какой-то мере это защитит от вот некоторых вот таких вот непредсказуемых плохих историй, ситуаций, от рисков. Друзья, на утро пока все. Спасибо за внимание. До встречи в следующих видео.